Всем привет! С вами компания 3DIY, меня зовут Валерий и сегодня мы посмотрим на новый фотополимерный 3D принтер от нашей компании REX 8K MONO. Это второй фотополимерный 3D принтер нашего производства, расширяющий модельную линейку принтеров REX. Обзор на первую модель REX 6K MONO вы можете найти на нашем канале, ссылка в углу экрана и в описании к этому видео. Также в описании вы можете найти ссылку на страницу этого 3D принтера в нашем интернет-магазине. Ключевым отличием REX 8K от REX 6K, помимо разрешения матрицы, как можно догадаться по названию, является диагональ этой самой матрицы. REX 8K имеет более внушительную рабочую область, а его матрица имеет диагональ аж в 15 дюймов. Таким образом, длина рабочей области по оси X составляет 330 мм, а по Y 185 мм. Ну а максимальная высота отпечатка может составлять 400 мм. Да, это почти Bison 3, только фотополимерный. Мы продемонстрируем, что способен создать этот 3D принтер, но сначала давайте взглянем, что идет с ним в комплекте. Вместе с REX 8K, разумеется, идет ванночка, кабель питания, флешка для файлов печати, набор одноразовых фильтров для смолы, многоразовое сито и воронка, пластиковый шпатель для деликатного взаимодействия с пленкой в ванночке принтера, металлический шпатель для отделения отпечатков от алюминиевой платформы, обыкновенная защитная маска, несколько пар нейтриловых перчаток, плотный лист бумаги для калибровки платформы принтера, традиционные синие кусачки, запасной комплект черной виниловой пленки, фэп-пленка для ванночки, набор шестигранников для замены пленки и калибровки платформы принтера, система автодолива, ну и, конечно же, бутылка фотополимерной смолы. Напоминаю, что в комплекте с принтерами нашего производства идет и гарантийное обслуживание сроком на 12 месяцев, а также русскоязычная техническая поддержка. Вернемся к самому принтеру. Его корпус целиком и полностью выполнен из стали, как и все 3D-принтеры нашей компании в настоящее время. Он окрашен устойчивой к износу порошковой краской черного цвета и имеет простой функциональный дизайн. Спереди расположен 5-дюймовый сенсорный дисплей для управления и крышка с большим окном, не пропускающим стороннее ультрафиолетовое излучение в зону печати. С правой стороны корпуса находится разъем для USB-флешки, порт Ethernet для удаленной отправки файлов печати и кнопка, управляющая подсветкой внутри камеры. Ближе к задней стенке принтера находится гнездо подключения питания и рубильник, включающий и выключающий его. Внутри принтера все тоже минималистично. Открыв крышку, вы увидите огромную, но знакомую пользователям фотополимерных 3D-принтеров ванночку для смолы. Над ней находится соответствующих размеров перфорированная алюминиевая платформа. Перфорация платформы уменьшает ее вес, снижая нагрузку на шаговый двигатель оси Z, улучшает адгезию отпечатков к платформе на время печати, а также позволяет платформе не прилипать к пленке при засветке первых слоев на манер вакуумной присоски. Позади нее расположены рельсовые направляющие и шарико-винтовая передача, по которым платформа перемещается в процессе печати. Их типоразмеры указаны на экране. Справа от направляющих располагается нагревательный модуль для камеры принтера. Подробнее о нем я расскажу чуть позже. Ну а слева можно установить систему автодолива смолы, при помощи которой можно подготовить два дополнительных литра материала для печати особо крупной и тяжелой модели. Сама ванночка вмещает в себя 3,5 литра фотополимерной смолы. Если вдруг вам этого объема будет недостаточно, вы можете заранее подготовить еще пару литров, чтобы вам не пришлось подливать смолу прямо в процессе печати. Прямо над местом установки модуля автодолива располагается угольный фильтр с кулером, выдувающим воздух из камеры принтера при печати. Под ванной находится стекло с виниловой пленкой по периметру. Это мерозащита монохромной 15-дюймовой матрицы от попадания фотополимерной смолы, если она вдруг окажется вне ванночки. Разрешение матрицы составляет 7680 на 4320 пикселей, что и отражает приставка 8К из названия модели принтера. Размер одного пикселя на матрице составляет всего 43 микрометра, что и позволяет этому принтеру создавать в крайне высокой степени детализированные материальные объекты. Разумеется, помимо детализации, в 3D-печати важна еще и скорость получения отпечатка. Для того, чтобы желаемый результат не приходилось ждать несколько дней, в принтере установлен мощный паралет-источник ультрафиолетового излучения с длиной волны 405 нанометров. Это первая и ключевая особенность, благодаря которой удается достигнуть быстрой скорости качественной печати. Паралет-система направляет ультрафиолетовые лучи от источника наиболее параллельно, что позволяет максимально снизить процент потенциальных артефактов при печати, вызываемых засветкой смолы под углом, отличным от прямого. Благодаря такому мощному источнику ультрафиолета, при использовании быстро отверждаемых смол и максимально быстрых настроек печати, вы сможете получить готовый отпечаток высотой 40 сантиметров менее чем за 12 часов. И это включая полный цикл подготовки 3D принтера к печати, а также промывку итогового отпечатка и его финишную засветку. Разумеется, со светлыми, гибкими, инженерными и полупрозрачными смолами необходимо использовать более низкие скорости печати и более длительное время засветки. Но если вам необходимо получить результат быстрее и детализированнее, чем на любом FFF 3D принтере, с Rex 8K у вас будет такая возможность. Монохромная матрица формирует контур слоя детали, а источник света засвечивает за несколько секунд весь слой целиком. Это вторая причина, благодаря которой и удается достигнуть высокой скорости печати. Для охлаждения мощного источника света внутри принтера предусмотрено активное охлаждение, задувающее воздух с одной стороны корпуса и выдувающее его с другой. Для управления всем вышеперечисленным используется программное обеспечение от Cheeto, а файлы печати нарезаются в одноименном слайсере Cheeto Box. Все нужные профили и настройки вы можете найти на нашем сайте в разделе службы поддержки. А ссылки на этот и другие 3D принтеры нашего производства находятся в описании к ролику. В нынешней ревизии Rex 8K обзавелся и модулем подогрева рабочей камеры. Да, подогрев материала актуален не только для печати филаментом. Фотополимерные смолы чувствительны к температуре окружающей среды. Стандартными смолами лучше печатать при 20-30 градусах Цельсия, а инженерным смолам может понадобиться нагрев и до 40 градусов. Для того, чтобы на Rex можно было получить качественный результат из инженерных смол, а также в плохо отапливаемых помещениях, пригодится обогревательный модуль. У него свой отдельный дисплей и кнопка управления. Все просто и понятно. Одно значение отражает текущую температуру в камере, а другое температуру, до которой модуль будет прогревать камеру, если его включить. Управление модулем осуществляется всего одной кнопкой, которая находится снаружи левой стенки корпуса. Вместе с 3D принтером пользователь получит видеоинструкции по использованию этого модуля, калибровке платформы и так далее. Rex 8K предназначен для печати всеми доступными фотополимерными смолами под засветку излучением с длиной волны в 405 нанометров. Мы рекомендуем печатать на нем с толщиной слоя от 10 до 100 микрон. С большой областью печати принтер обретает и большой потенциал, который можно применить в решении весьма широкого спектра задач. На нем вы сможете создавать как прототипы и выжигаемые мастер-модели для ювелирного производства, так и архитектурные макеты внушительного размера. При большом желании вы можете напечатать на нем даже уникальный и сложный корпус для персонального компьютера на материнских платах всех распространенных форматов, включая EATX. Ее размеры сейчас на экране. И разумеется, декоративные статуэтки сложных форм в полный размер области печати на этом 3D принтере будут особенно прекрасны. Давайте рассмотрим некоторые отпечатки, сделанные мной на REX 8K. Итак, начнем с крупных объектов. Я распечатал статуэтку самурая, состоящую из двух частей. На экране сейчас печать в верхней части. Для печати я использовал смесь Small Anycubic Standard, черного и белого цветов, пропорции примерно 2 к 1. Не хотел снимать печать из чистой черной смолы. Вам хуже было бы видно детали модели и качество печати. Высота слоя тут равна 0,05 мм. Длительность засветки на слой 3,5 секунды. И если что, 3D-модели из этого ролика или ссылки на источники в скором времени появятся в нашем Телеграм-канале. Подписывайтесь. Ссылка есть в описании. Эта печать заняла примерно 15 часов при высоте в районе 300 мм. Принтер может печатать и быстрее, но я решил не рисковать, повышая скорость при использовании вручную смешанной смолы. Результат меня вполне устроил, и нижнюю часть самурая я стал печатать на точно таких же настройках. Поддержки, кстати, на 95% сгенерированы автоматически. Относительно недавно слайсер Cheeto Box обновился до версии 2.0, а сейчас к выходу готовится 2.2. И я решил, пользуясь случаем, проверить качество автоматических поддержек. К счастью, они показали себя довольно хорошо. После автоматической расстановки, конечно, все равно приходится перепроверять результат и добавлять немного поддержек вручную. Но этот процесс намного быстрее, чем расставлять абсолютно все поддержки самостоятельно. На модели, которая сейчас печатается на экране, я расставлял поддержки полностью вручную. И поверьте, для одной такой модели этот процесс может занять и больше часа. А итоговый результат этой печати, кстати, вы можете увидеть на странице этого принтера у нас на сайте. Самурай в итоге полностью пропечатался без заметных искажений, так что я доволен результатом. Разумеется, остались следы в местах контакта поддержек и модели. Но при фотополимерной печати крупных тяжелых объектов с этим мало что можно сделать без постобработки. Чтобы килограммовый объект не отвалился в ванну со смолой под конец печати, он должен крепко висеть на поддержках. И это всегда оставляет следы. Общая высота этой статуэтки в итоге составила немного больше 40 сантиметров. А теперь перейдем к более мелким и детализированным моделям. Эти отпечатки были изготовлены с высотой слоя в 0,03 мм и с белой стандарт смолы от AnyCubic. Длительность засветки на слой тут 2,2 секунды. Я распечатал в малом масштабе модель Луны, созданную по картам, составленным NASA. Очень детализированный фрактал на подложке, сетчатый листок и несколько колец. Не будем рассматривать все отпечатки, пройдемся только по самым интересным. У фрактала очень хрупкий и гольчатый рельеф, на котором наглядно видно степень детализации, которую можно достичь на REXE 8K. Единственная проблема, как полноценно очистить такую поверхность, не повредив ее, я так и не придумал. Так что пылинки вынуждены используются здесь в качестве объектов, демонстрирующих масштаб. Переходим к Луне. Здесь тоже видно превосходную детализацию. Модель печаталась в уменьшенном масштабе, однако, несмотря на это, если сильно приглядеться, можно разглядеть не только слои печати, но и полигоны исходной модели. Этот отпечаток полый внутри. Отверстие для промывки модели изнутри я запрятал в подходящие по диаметру кратеры. А если добавить отверстие под небольшой светодиод и сам светодиод, то из белой смолы можно получить прекрасный миниатюрный ночник. Далее сетчатый лист. У самых тонких элементов тут толщина чуть больше человеческого ногтя. Тем не менее, использовав тут в основном автоматические поддержки, я получил отпечаток с первого раза. И при этом все ребра, кроме одного, распечатались без каких-либо деформаций. Для понимания масштаба объекта и его элементов, на заднем плане вы можете лицезреть мой палец. А вот маленькая цепочка из той же смолы и на тех же настройках. Тоже прекрасный результат. Переходим к следующей модели. Это кольцо с московским гербом, выполненным в очень высоком качестве. Шероховатость на фоне тоже была смоделирована на исходной модели. И, как видите, даже она перенеслась на отпечаток. На кольце можно разглядеть очень много мелких элементов. Присутствуют чешуйки на змее, видно сбрую на лошади, элементы доспеха и все остальное. Что скажете? Этот принтер возможно использовать в ювелирном деле? Если загрузить его печатью кольцами такого размера ярусами сверху донизу во всю область печати, то их там должно поместиться около тысячи, если не больше. Ну и еще немного высокодетализированных отпечатков. Этот пример отлично проиллюстрирует производительность 15-дюймовой матрицы. Я нашел комплект моделей уникальных шахмат на сайте Printables. Они вдохновлены творчеством Говарда Филлипса Лавкрафта. Каждая фигура в зависимости от своей роли в шахматах изображает то или иное мифическое существо. Например, в роли слонов у нас тут ктулху, а король это азотот. STL-файлы моделей весят от 92 до 228 мегабайт. Модели действительно очень детализированные. Так вот, в увеличенном в два раза масштабе на платформу принтера без проблем можно уместить весь комплект из 16 фигур. Что я, собственно, и сделал. Печатал из красной полупрозрачной смолы Jam Khe. Ее посоветовал Стефан. Слой 0,03 мм, длительность засветки на слой 2,5 секунды. Кстати, принтер позволяет поменять длительность засветки и многие другие параметры прямо в процессе печати через меню на сенсорном экране. Это очень удобно. Этот комплект отпечатался чуть более чем за 12 часов. Так что чуть более чем за сутки можно изготовить все необходимые фигуры для игры. Останется только найти подходящую игральную доску. Качество отпечатков просто потрясающее. Некоторые фигуры имеют очень тонкие части, да и в целом непростую форму. Но Rex прекрасно справляется с печатью всего вышеперечисленного. Давайте взглянем на эти фигуры сильно поближе. Человеческим глазом разглядеть работу пикселей довольно сложно. Но через макрообъектив все-таки возможно разглядеть следы работы 3D принтера. Модели полые, толщина стенки примерно 1,5 мм. Как видите, они прекрасно засветились на всю глубину. Я не включал сглаживание слоев при печати. И теперь отчетливо видно работу каждого пикселя. А сейчас в кадре появилась иголка для шитья. Как видите, размер ее острия близок к размеру 1 пикселя на нашем 3D принтере. Ну а если грамотно настроить сглаживание слоев при печати, то можно избавиться даже от столь мелкой пиксельной структуры. Что скажете? За какую сумму вы бы купили подобный комплект шахмат? А если у вас уже есть фотополимерный 3D принтер, то напишите в комментариях, за какую сумму вы бы такой комплект шахмат изготовили. Итак, будем закругляться. REX-8COMONO это большой настольный фотополимерный 3D принтер, обладающий достаточной точностью как для печати крупных объектов художественного или технического назначения с высокой детализацией, так и для мелких, еще более детализированных объектов ювелирного, стоматологического и других направлений. Он построен по принципу аналогичному другим настольным LCD-решениям, но имеет чуть ли не самую большую диагональ рабочей области в своем классе. Модуль подогрева рабочей области и смолы прямо в принтере и систему автодолива, а мощный параллэт-модуль засветки и качественная электроника и направляющие позволяют этому 3D принтеру печатать с хорошей скоростью. Этот принтер предназначен для того, чтобы печатать регулярно и много, и подойдет людям с соответствующими потребностями. При желании его можно поставить и использовать и дома, конечно, но он способен справиться далеко не только с бытовыми нуждами. Размер его рабочей области довольно близок к размерам области Бизона 3, и это позволяет печатать на нем хоть высокодетализированные архитектурные макеты, хоть уникальные корпуса для относительно миниатюрных персональных компьютеров или другой электроники. В нем без проблем поместится и чехол на 13-дюймовый планшет типа iPad Pro, и корпус настенного светильника одной деталью, и многое-многое другое. Перечислять можно долго. Очевидно, такой принтер может стать отличным помощником дизайнерам, макетчикам, малым и средним производством и студиям 3D-печати на заказ. На нем можно получать как прототипы, так и готовую продукцию и ее элементы. Ну а на сегодня у нас все. Приобрести Rex 8K вы можете у нас в магазине по ссылке в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии и заходите в другие наши социальные сети. Всем пока!